всем привет это олег город севастополь начало второго дня время 10 утра посмотрите какая у нас погода честно говоря январе иногда так бывает сейчас сентябрь на улице слякотно холодно выходить никуда не хочется гости просто валяются читают книжки посмотрим может к обеду что-нибудь получше будет температура и куда-нибудь соберемся на бокаль никуда не хочется идти в такую погоду всем привет это олег город севастополь сегодня третий день как гости у меня второй день выкинул пропал он не пропал но никуда мы не ездили было холодно дождливо ветрено там градусов 10 11 уже потом было на градуснике естественно ничего не хотелось так весь день провалялись проспали гости у меня сегодня на третий день с обеда погода вроде чуть-чуть стало получше вышло солнышко но для меня так прохладно на берегу но для туристов смотрю в принципе и люди отдыхают загорают купаются сейчас спросим купались ли наши нифига у тебя наколка новая какая касатка из живота выглядывает ну чё купались прохладная вода и выходить холодно будет но надо чтоб несколько дней она постояла восстановилась погода тогда может быть и купаться да здесь я не скажу что так уж тепло позагорать то конечно можно но вы же суровые челябинские вот так вот выглядит не в сезон орловский пляж ладно вряд ли какие-то у нас сегодня будут события я скомпоную несколько дней одно видео и в субботу планируем ехать на химовскую площадь потусоваться арт-бухте сходить может музей пиццы где покушать там будет праздник заодно по моим 55 лет инкерманскому винзаводу и там они поставляться будет посмотрим тусанем может куб куда за рулем ладно на этом остановлю видео всем привет это олег меня по-прежнему гости сегодня день 4 пару дней мы пропустили особо нечего было снимать собственно гряку небольшие комментарии там сделал сегодня мы решили поехать фиолент возможно балаклава возможно сапун гора то есть на сколько сил хватит кстати не завида не видно так где стоплю 3790 92 3830 95 40 40 стоимость был 37 90 92 год на протяжении последнего года вот на 40 копеек аж прям поднялась цена ну что вы готовы поездку и не вперед как настроение отлично как погода лучше лучше ясно ну рванули мы едем сейчас по президентской дороге по президентскому шоссе на пятого километра на пятом километре мы уйдем налево на дорогу более-менее хорошую сделаю через кладбище уйдем на фиолет я хочу здесь показать такой прикольный спуск и меня убивают здесь отбойник отбойник поставлю для фур если там тормоза отгажь еще что-нибудь ну там мама дорогая сейчас где-то чуть дальше будет кто здесь ездил знает здесь уши постоянно закладывает расположено но очень высоко сейчас сейчас пойдем вот так вот бывает у нас видели вообще не пил на скорость на приличное так вот впереди знак отбойника посмотрите как он сделан вот пошел отбойник представляете на скорости туда зайти и выдержать чтобы не уйти прямо тут сто процентов прямо идешь вот сюда выкатишься вылетишь ну вот собственно говоря въезжаем в долину вид красивейший обратите внимание погода опять нас подводит было вроде солнечно выезжали сейчас опять на горе какие-то дучи собрались в целом потеплее стало но тем не менее показки навигаторе да да так 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 Сейчас будем проезжать слева будет наша новая электростанция Это ответ на энергоблокаде наш То есть в Севастополе и Сиферополе ставят энергостанции большую И так уже, в принципе, энергомоста хватает Но еще свои электростанции ставим дополнительно Он справа тоже линковой Да, высоко мы были, конечно Там прям в горах, вот смотрите, какие-то там помещения Вырублены Там у нас Инкерман Обратите внимание, еще буквально месяца два назад здесь было все убито, ушатано Дорога абсолютно новая Абсолютно просто То есть не только сделали кольцо Смотрите, вот еще куда ее тянут Вот перим вам рабочий или нет Или уже все сделано Слушайте, ну вообще просто активно-активно строят Мы перед выездом ездили в Качу на рынок И там начали асфальт связать Между Качей и Орловкой тоже асфальт делают То есть решили весь новый асфальт сделать в Крыму Потому что это прикольно Даже иногда обидно за материк Что на материке так не делают дороги, как делают здесь Я вам много раз показывал фиолент Ну для друзей сниму, их сниму Конечно, они в шоке И от поездки сюда я же забрался на машине Они тут рядом посмотрели, рядом с какой высотой едут Было страшно, говорят Прикольно Ну все, мы находимся в Балаклаве Друзья, Егор и Юля Ушли на экскурсию В комплекс А мы с Настей порыбачить В прошлый раз, когда Те, сейчас с тестами приезжали Настя, родители Пока Они там ходили Ну часа два все заняло Пока ждали, пока то, все Я тут понравилась Я тут на креветочку На местную На так называемую усика Поймал И барабуля проклюнула И ставритка И луфари И ласкирь Короче, было очень весело Разнообразие 6-7 видов рыбы было Несъедобная собака И несъедобная зеленуха были Вот Посмотрим Какие-то поклевки у меня были Ну ладно Что поймаю, то покажу Потому что мне реально неудобно Я одной рукой держу 7-метровую удочку Она к ветрену довольно Держать тяжело Еще второй рукой камеру Может что-то Если будет получше Клядь Попрошу супругу поснимать Ладно Ждем наших из Балаклавы Дальше, наверное, в Сапунгору поедем Ну и что? Как вам комплекс? Круто Все очень круто Вообще обалденно Катакомбы такие Даже вышли такие А солнце светит сильно Я вообще не представляю Как там люди работают 150 человек Что мы сейчас будем делать? Перекусим? Да, надо перекусить И дальше Я только буквально 30 секунд назад пришел Я прибежал Я в выпечке набрал два пакета Всяких беляшков, пирожков Да, именно То есть прям перекусим Здесь все равно уже дальше, окей? Да Надо быстрее сейчас Сегодня пытаться все сделать Ну ладно По дороге на Сапунгору Остановились посмотреть на электростанцию будущую Севастопольскую И сверху Вон генуэзская крепость Балаклава Севастопольское кольцо Ой, фу, прошу Вообще-то ялтинское кольцо Там инкерман Ладно, едем дальше Что, уже подутомились? Ну, уже вечер, да? Еще одна экскурсия Билет 200 рублей Как и в начале сезона Я же показывал вам Сапунгору Здесь со диорамой внутренней снимаем Так, в принципе, даже технику прикольно Посмотри Решили прокатить Таким большим горным серпантином Еще и посадили вон дырку с той стороны Чтобы она над обрывом ехала Прикольно Прикольно? А, да, все Да Прикольно 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Диорама Диорама Субтитры делал DimaTorzok 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 Да, молодые люди, которые лет 25, вот они прямо с историей, одна даже на диораме вчера девушка заплакала. Офигеть. Прям, да, у нее такие эмоции переполняли, что это. Здесь также в церквях, я обратил внимание, наши церкви, это бабушкины платочки в основном торчат, а здесь молодежь с детишками прямо на руках, с колясками в церкви посвящают праздники какие-то религиозные. Это очень нравится в Крыму, очень, прямо на самом деле. Знаешь, я как вспомню, у нее сейчас мурашки. Очень круто, это история, и надо ее знать, и надо видеть, надо смотреть, тем более это Севастополь, освобождение Севастополя, это очень круто. Ну ладно, давайте готовиться к сегодняшнему дню. Всем пока, до следующего видео.